В эфире Первого Карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Аким области Нурмухаммед Абдибеков встретился с представителями свободной экономической зоны Эмирата Аджиман. О юбилейной 10-й международной выставке Майнингвик Казахстан вы узнаете с сюжета Сергея Вызакосова. Летняя сбербанкиада прошла в Алматы. 24 июня Аким области Нурмухаммед Абдибеков принял представителей свободной экономической зоны Эмирата Аджиман, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе встречи состоялась презентация свободной экономической зоны Аджиман, а также обсуждались вопросы сотрудничества по развитию специальной экономической зоны Сарыарка. Экономическая зона Аджиман уже действует и у них есть практический опыт привлечения инвесторов, создания для них условий каких-то специальных. А мы только находимся в начале этого пути и как раз мы приглашаем и цель наша вот это была привлечь СЭС Аджиман для того, чтобы мы на нашем экономической зоне совместными усилиями уже работали над привлечением инвесторов и созданием новых производств. Затем был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между управляющей компанией СЭС Сарыарка АО «Караганды Инвест» и свободной экономической зоной Аджиман. Целью этого мероприятия является создание совместного предприятия по управлению специальной экономической зоной Сарыарка для привлечения инвестиций и дальнейшего развития этой СЭС как структуры, специализирующейся на комбинации экспорта-импорта, производства товаров и логистики, ориентированной на зарубежный и отечественный рынок. Сергей Высокосов, Ужас Габбасов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. 23 июня под председательством главы региона Нурмухамбета Абдебекова прошла 17-я сессия областной ассамблеи народа Казахстана. Областной форум прошел в конференц-режиме. Открыл 27-ю сессию областной ассамблеи народа Казахстана Аким Карагандинского региона Нурмухамбет Абдебеков. Уважаемые участники сессии, на 17-ю сессию областной ассамблеи приглашены 105 членов областной ассамблеи, 55 человек приглашенные, в их числе руководители государственных организаций, заместители Акимов городов и районов области, представители средств массовой информации. Количество участников позволяет начать работу сегодняшней сессии. С докладом об основных направлениях деятельности областной ассамблеи народа Казахстана в свете задач, поставленных на 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия Казахстан-2050. Культура мира, духовности и согласия» выступила Жанар Бикбанова, заместитель Акима области, заместитель председателя областной ассамблеи народа Казахстана. Сегодня единство – это и ключевой фактор реализации новой стратегии «Казахстан-2050». Вхождение в топ-30 самых развитых государств – это главная наша цель и общая судьба всех казахстанцев. Как вам известно, президентская стратегия базируется на высоких принципах нашей уникальной культуры, мира и духовного согласия. Подведя итоги обсуждения, Нурмахабет Абдебеков обозначил ряд задач, стоящих перед Ассамблеей народа Казахстана Карагандинской области, в том числе по подготовке к празднованию 20-летия Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан, 70-летия победы в Великой Отечественной войне по реализации мегапроекта «Дорожная карта мира и согласия» проведению языковой политики. Сергей Высокосов, Лужас Габбаса, Батья Роспанов, Первый, Карагандинский. Сегодня в городском Маслихате решались вопросы о реализации государственной программы развития здравоохранения до 2015 года «Саламат-Казахстан» по городу Караганде. Также был заслужен отчет Акимата города Караганды о деятельности Координационного совета по вопросам охраны здоровья населения и информации о работе комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. Временной комиссии было посещено 4 объекта – отделение подстанции скорой помощи Октябрьского района города Караганды, городская детская больница, поликлиника номер 2, противотуберкулезный диспансер. Отмечается снижение общей смертности с 11,58 до 11,53 на 1000 населения при плановом показателе 9,5 на 1000 населения. Показатель младенческой смертности снижен по городу Караганды на 28,3% с 14,1 промилле до 10,1 промилле на 1000 родившихся. В ходе предварительного обсуждения вопроса о постоянных комиссиях с участием уполномоченного органа было выявлено, что по городу имеется проблема с обеспечением лекарственными средствами на амбулаторно-поликлиническом уровне в связи с недостаточно выделенных средств. Также в постоянных комиссиях Маслихата был заслушан отчет о деятельности Координационного совета по вопросам охраны здоровья населения и информация о деятельности комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. Акиматум города Караганды по организации лишь медленственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения города будет продолжено. Управлением здравоохранения руководителями всех лечебных учреждений города проводится большой объем работ по реализации программы «Саламат-то Казахстан». В то же время имеется необходимость решения ряда проблемных вопросов, связанных с содержанием и текущим ремонтом лечебных учреждений города, а также в полноценном обеспечении пациентов лекарственными средствами. Временная комиссия отмечает, что управлением здравоохранения руководителями всех лечебных учреждений города проводится большой объем работы по реализации программы «Саламат-то Казахстан». В то же время имеется необходимость решения ряда проблемных вопросов, связанных с содержанием и текущим ремонтом лечебных учреждений города. Жезер Абдреимова, Эдин Жакам, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Открытие объектов в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития перешло и во вторую пятилетку. За это время, согласно карте индустриализации, открылись крупные производственные точки в Карагандинской области. Одна из них – товарищество с ограниченной ответственностью «Мелькомбинат». До этого времени предприятие перенесло три реконструкции. На сегодняшний день 73 года. Был запущен этот мельничный комплекс в 1941 году, во время войны. В мельничный комплекс прошел три реконструкции. Последняя реконструкция была в 2011 году, как раз по карте индустриализации. В 2011 году производство по карте индустриализации введено в эксплуатацию. Общая производительность за сутки «Мелькомбинат» способен переработать более 540 тонн зерна в муку и более 400 зерна в комбикормом. Максимальный выход муки высшего сорта – до 10%. На сегодняшний день в штате 250 рабочих. Производство оснащено новыми современными технологиями. Оператор наблюдает всю работу через специальный монитор, с помощью которого контролирует выход продукции и влажность. Есть отходы, которые идут после очистки зерна. Эти поставляются на производство комбикормом. И три сорта есть, да? Да, конечно. И высший сорт, первый сорт и второй сорт. Трехсортный, по-моему. Потребители продукции мельничного комбината предприятия России, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, а также дальнего зарубежья – качество всей продукции подтверждается результатом лабораторных испытаний с сертификатом с соответствием. На достигнутом кампании не собирается останавливаться. Директор предприятия рассказала о дальнейших планах. В следующий год, 2013-2014 год, мы пошли по дорожной карте к комбикормовый завод. Брали уже 600 миллионов. Там у нас российское город Екатеринбург оборудование. Должны были запустить до 15 июня, но не получилось. Там немножко у нас с технексом, с этой фирмой не вышел запуск вовремя. А так, в принципе, тоже выходим на 20 тонн в час. Их на оборудование, компьютизированный тоже, мельничный комплекс. Жеси Рабдра и Мувайден, Жакамбахтер Успанов, 1-й Карагандинский. Содействие демократическому управлению учебными заведениями. Так называлась международная конференция, которая прошла в Карагандинском государственном университете имени Букетова. На встречу собрались делегаты из России, Германии, Швейцарии, Польши, Франции и представителей вузов Казахстана. Международный проект «Содействие демократическому управлению учебными заведениями» стартовал в сентябре прошлого года. Он был создан в результате ратификации Казахстанской европейской конвенции в 2010 году. Основная цель конференции – обмен мнениями, распространение положительного опыта в сфере демократического управления учебными заведениями, а также обеспечение более высокого уровня сотрудничества Казахстана с государствами, членами Совета Европы в области образования. Цель этого проекта отвечает нашим интересам в плане реализации принципов Болонского процесса. Те реформы, вводимые Министерством образования в рамках Болонского процесса, это академическую свободу предоставить университетам, это введение автономности, принятие собственных решений, участие студенчества в управлении делами университета – все эти моменты присутствуют в деятельности нашего университета. Проведение международной конференции Совета Европы – это признание нашего партнерства, основанного на общности понимания задач по укреплению демократических институтов прав и свобод граждан. Основные задачи проекта, которые были озвучены в сентябре прошлого года на таковой конференции, это прежде всего повышение информированности от европейских садов в отношении воспитания демократической и гражданственности и образования в области прав человека, распространение государства на наилучшие практики и, конечно же, более ясное сотрудничество в сфере образования с государственными членами Совета Европы. Проблема продвижения демократия является одной из основных и актуальных тем во всем мире. В Европе в этой сфере задействованы Совет Европы и Европейский Союз. Совет Европы создал целую систему международно-правовых актов, прежде всего в области прав человека. Собираясь одним из крупных доноров, Европейский Союз поддерживает множество проектов. Сейчас проходит завершающий этап реализации совместной международной программы. На сегодняшней конференции подвели итоги совместной работы, обсуждали актуальные вопросы демократизации менеджмента организации образования, также обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества. Гульнур Жакен, Нурсултан Исаев, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. С 25 по 27 июня в Караганде на стадионе «Шахтер» проходит юбилейная 10-я международная выставка технологий и оборудований для горно-металлургического комплекса и рационального использования «Недр Мининг Уи Казахстан-2014». За десятилетия эта карагандинская выставка прошла путь от скромного до впечатляющего события международного масштаба. 130 компаний из 15 стран мира выставляют свою продукцию на 10-й международной карагандинской выставке «Маннинг Вит Казахстан-2014». За 10 лет наша выставка заняла прочные позиции в мировом календаре горно-металлургической промышленности. На официальной церемонии открытия выставки присутствовали представители посольств, ряда государств, главы крупнейших горно-добывающих и металлургических компаний мира. Выставка проходит перед активной работой по реализации задач, поставленной президентом нашей страны, Настутаном Вишишем Назарбаевым, в послании народу «Казахстанский путь-2050». Единая цель, единые интересы, единое будущее. Выставка представляет несомненный интерес для предприятий нашего крупнейшего индустриального центра, каким является Карагандинская область. Карагандинская международная выставка давно стала плацдармом для продвижения инновационных идей в горно-металлургическом комплексе. Это особенно важно, когда в Казахстане разрабатывается государственная политика второй программы форсированного индустриально-инновационного развития экономического потенциала страны. Выставка давно вышла своей известностью за пределы Казахстана. Это то самое место, где происходит успешное применение новейших технологий в сфере добычи и переработки всевозможных природных ресурсов. Это отличная возможность для того, чтобы проводить переговоры, дискуссии, заключать взаимовыгодные договоры. Выставка открыта для посещения и работы. Десятая юбилейная Майнинг Вик Казахстан получила престижный знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии. Всего девять специализированных выставок горной добывающей промышленности в мире были удостоены этой высокой награды. Самое главное, отсюда можно взять очень много, познакомиться со многими клиентами. Это самое основное, можно сказать. Финансируем эту технику мы через государство, через фонд «Домол». И данная выставка, она проводится ежегодно, и мы ежегодно в ней участвуем вместе со своими поставщиками. И хотелось бы, чтобы такой выставки было очень много, часто, особенно в сфере спецтехники, транспорта, металлургии. Это для нас, как бы сказать, очень большая помощь в продвижении своего продукта. Основные отделы выставки охватывают такие направления, как горнодобывающие технологии и оборудование, технологии геологоразведки, технологии и оборудование для металлургии, обогащение полезных ископаемых, технологии оборудования обработки угля и минерального сырья, оборудование и материалы для буровзрывных работ, энергетическое оборудование, насосы, компрессоры и другие комплектующие, транспортировка, средства безопасности, связь и сигнализация. В первые на выставке представлены предприятия, которые разрабатывают принципы энергосбережения и энергоэффективности. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. С 13 по 15 июня 2014 года в городе Алматы прошел международный форум моделей, талантов и дизайнеров. Уже второй год команда Карагандинской области принимает в нем активное участие. В этом году нашу область представляли юные участники возрасте от 4 до 14 лет. Команда Карагандинской области была отмечена организаторами и членами жюри, как самая сквоченная и организованная. В ресторане «Олимпия» в Караганде прошел отчетный концерт наших маленьких моделей. Они продемонстрировали номера, которые принесли победы нашим участникам на республиканском конкурсе. Мы хотим сегодня показать всем, как мы выступили в Алмате, показать еще раз наших звездочек, потому что они очень старались. Поверьте, они все очень профессиональны, несмотря на их юный возраст, несмотря на то, что они у нас некоторые вообще только-только начали выходить на большую сцену или на ходе. Но они себя показали настоящими мастерами своего дела, и вот сегодня мы все в этом убедитесь. На конкурсе были представители из регионов Казахстана, а также России и Киргизии. Из Караганды на конкурс поехали 14 детей. Из Алматы наши участники привезли 4 первых места, 2 вторых и много разных дипломов за участие в разных номинациях. Я учила детей, я была первым тренером. Я приехала из Алматы с конкурса. Я даю три номинации. Самое главное – «Литл Мик». А теперь я поеду бесплатно во мне там. Все участники и победители Алматинского форума получили приглашение на участие в международном форуме Fashion House International Vietnam. Алина Комиссарова уже не первый раз выступает на таких конкурсах. Она неоднократная победительница многих номинаций. В этом году она уже сама тренирует подрастающих моделей. Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Немецкое качество известно во всем мире. Это надежность, это уверенность и безопасность. Но это и высокая цена. Окна Артек – идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна Артек. Ваше спокойствие на долгие годы. Артек. Окна для жизни. Здоровым быть модно. По таким девизам в Алматы прошла летняя Сбербанкиада. Традиционные спортивные состязания между сотрудниками Сбербанка, в которые приняли участие и сотрудники карагандинского филиала. В этом году помириться силами собралось рекордное количество участников из 30 городов Казахстана. Они застязались в командных и индивидуальных видах спорта. Теперь победители отправятся отстаивать честь банка на международной Сбербанкиаде, которая пройдет этой осенью в Турции. В этом году Сбербанкиада собрала более 500 сотрудников банка, спортсменов, болельщиков и руководителей банка со всего Казахстана. Спортсмены объединились в шесть команд по региональному принципу. Состязания прошли в девяти видах спорта. Минифутбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, шахматы, дартс, стрельба, легкая атлетика и настольный теннис. Сбербанкиаду – это, по сути, наши корпоративные олимпийские игры. Вроде как олимпийские игры банкиры, может быть, не очень сочетающиеся определения и устоявшиеся определения в нашей жизни. Но, с другой стороны, работа в банке, она всегда требует определенного умственного напряжения, духовного напряжения и без поддержки физического состояния быть гармоничным и интеллектуально, и духовно – очень сложно. С одной стороны. С другой стороны, любой спорт – это достижение. То есть и банковский бизнес, по большому счету, это тоже достижение. Поэтому для нас это мероприятие крайне важно. В первую очередь, для того, чтобы повысить физический дух наших работников. С другой стороны, это максимально провести пропаганду здорового образа жизни. Личное лидерство и командность – одни из главных ценностей Сбербанка. На этих соревнованиях сотрудники банка смогли проверить на прочность свой характер, помериться силами, зарядиться энергией и всей душой поболеть за своих. Ну, честно говоря, не ожидал такой размах, такой сплоченность, коллектив. То есть он поднимает и дух, и желание дальше работать в этой команде, усовершенствоваться, устремляться дальше, больше, вперед. То есть очень позитивные моменты. По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда «Север» – представители филиалов банка из Петропавловска, Павлодара, Кокшитау и Костаная. А карагандинец Алимжан Сериков, менеджер отдела прямых продаж, заняло второе место в беге на 3000 метров. И в заключении выпуска небольшое объявление. 26 июня 2014 года в фойе Большого зала Акимата города Карагады состоится проведение дня открытых дверей по адресу Бульвар Мира, 39. С 9 часов утра и до 12 часов можно будет получить консультацию по следующим вопросам. Социальное обеспечение, оказание коммунальных услуг, предоставление жилья, пассажирский транспорт, состояние автодорог, связь, КСК, регистрация объектов кондоминиума, благоустройство города, землепользование, правовые вопросы, недопущение роста цен на товары первой необходимости. Телефоны для справок 42 11 08 41 09 47. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49. Всего доброго. Аман Сау Болгстар. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова